МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Мы должны быть едины в своих амбициях и реалистичны в действиях, которые можем подпринять сообща". Такими словами министр транспорта Саудовской Аравии открыл первый форум авиации будущего в Эр-Рияде. На двухдневное мероприятие собрались около 120 докладчиков и более 2000 участников, представляющих мировую авиапромышленность. Наш форум – это шанс свести лидеров и всех заинтересованных участников отрасли, собрать их для обсуждения общих проблем, с которыми сталкивается авиация в связи с текущими сложностями, и так вернуть отрасли к нормальной жизни. Форум также дает возможность обсудить долгосрочные вопросы, такие как устойчивое развитие, инновации и технологические достижения. Форум «Авиация будущего» проводится после очень сложного для отрасли постпандемийного года. Недавний опрос, проведенный компанией «ЮГАФ» в ряде стран, показал, в прошлом году две трети респондентов отказались от перелетов. Согласно исследованию, в нынешнем году путешествовать не собираются от 30 до 46% опрошенных в США, на Ближнем Востоке и в Европе. Респонденты, в числе прочего, отмечали общую неопределенность и сложные санитарные правила во время путешествий. На форуме Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии обнародовало свое видение уточненных требований для пассажиров авиакомпаний и правительств. Проект гармонизации перевозок в постковидный период разработан в партнерстве с Международной организацией гражданской авиации ООН. Странным участницам проекта предоставят четкий онлайн-ресурс с описанием требований и условий въезда. Думаю, пандемия наглядно показала нам, насколько разделен мир. Семьи были разлучены, люди перестали путешествовать, аэропорты и границы закрылись. Это помогло понять, что нам нужно оптимизировать международное сотрудничество, гармонизировать требования и правила в сфере воздушных перевозок. Нужна ясность и в отношении того, как мы будем справляться с подобным кризисом, повторись он завтра. Когда люди испытывают стресс, тревогу, они в путешествия не едут. Мы должны думать о пассажирах и о том, что нам сделать, чтобы придать им уверенности в отношении полетов завтрашнего дня. В числе основных тем, обсуждавшихся на форуме, была устойчивость. Производители и перевозчики продемонстрировали свою готовность инвестировать в инновации для снижения выбросов углекислого газа и защиты окружающей среды. Авиационный сектор не может постоянно оглядываться назад. Он должен смотреть в будущее. Устойчивое развитие – необходимость. Мы должны продолжить процесс декарбонизации с четкой целью выйти на определенный индекс через 20 или 30 лет. Зеленое топливо, безусловно, будущее авиации. Это важная часть решения проблемы. Но о каком именно зеленом топливе идет речь? Вопрос пока открыт. Если авиация не станет более устойчивой, ей просто не позволят развиваться. Думаю, что все игроки в секторе начинают осознавать это и делать больше. По данным Всемирного совета по путешествиям и туризму, эти две отрасли могут обеспечить ближневосточным странам 233 миллиарда евро прибыли в этом году. Национальная стратегия развития авиасектора Саудовской Аравии ставит целью увеличить число рейсов в 250 пунктов назначения с общим охватом в 330 миллионов пассажиров. Страна уже обнародовала открытие новой авиакомпании. Наша стратегия развития ставит очень амбициозные цели. Это и туризм, и решение национальных задач в области транспорта и логистики. Мы собираемся утроить количество пассажиров к 2030 году за счет увеличения пропускной способности. А это возможно с расширением действующих авиакомпаний, развитием связи с большим числом партнеров за рубежом и выводом на рынок нового перевозчика. Саудовская Аравия полна решимости внести свою лепту в восстановлении индустрии перевозок и путешествий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова